Нужно ли выполнять жизнь только хорошей поэзией, хорошим кино, живущими музыками, умными собеседниками, ведь жизнь кратка? Или следует человеку в какой-то момент болтовни? Я никогда не оценивал людей по степени, так сказать, и художества, таланта, ну то есть оценивал, но это не было критерием моего с ними общения. Единственный критерий, который я соблюдаю всегда, это надёжность абсолютная. Меня интересуют люди, которые не будут за мой счёт делать личную карьеру, писать на меня доносы. Если я высоко ценю предательство в смысле эстетическом, то в смысле личном я его не люблю. Под предательством я понимаю в данном случае ломку каких-то шаблонов. Вот то, что заставило Николая Тургенева ответить жизнь родной честь никому, когда он не приехал. Я потому, что у нас сегодня как раз в Барде была лекция про братьев Тургеневых, и одна девушка сделала потрясающий доклад о том, психологиня, что родина подменяет понятие чести. С точки зрения Несельродия, который делал это предложение Тургеневу в 1926 году, признак чести – это вернуться. А с точки зрения Тургенева признак чести – это сказать, я сам себе хозяин. Я могу представить вам любые обстоятельства и ответить на все ваши вопросы. А являться по вашему первому требованию я не обязан. Вот эту новую нить государства пытается присвоить себе честь. А ведь государство – это понятие аксиологическое, понятие ценностное. Если оно этих ценностей не соблюдает, оно ничего себе присвоить не может, извините.